Всем привет! С вами Артарий и это новая рубрика «Первым делом». В этом видео мы рассмотрим с вами ангар и я расскажу про его основные функции. Итак, перед вами по сути святая святых игры. Ваш ангар. Меню ангара разделено на две части. Верхнюю и нижнюю. Начнем с нижней. Первое, что бросается в глаза, это выбор самолетов. Если вы только начали играть, то скорее всего у вас сейчас стоит стандартный набор из трех самолетов. Также вы можете переключать вкладки наций и выбрать ту нацию, которая вам сейчас нужна. Цифра по флагам – это ваш ранг нации. По сути, ранг – это условный уровень. Чем выше ранг, тем больше самолетов вам доступно. Вы можете выбрать один из самолетов, нажав на иконку меню. В результате чего вы сможете увидеть выбранный самолет. Как вы видите, при наведении курсора на самолет появляется окно. Как ни трудно догадаться, здесь показаны характеристики самолета. И они же дублируются в меню справа. Давайте перейдем к кнопкам над выбранным самолетом. Здесь есть пять кнопок. Первая кнопка – это внешний вид. Здесь можно посмотреть информацию по самолету, его историческую справку, изменить камуфляж, если такой имеется, и настроить модули. А также прилепить на самолет наклейки. Наклейки можно вертеть, увеличивать в размерах, а также лепить с двух сторон. К тому же, никто не запретит вам наклеить сразу несколько одинаковых наклеек на самолет. Также из этого меню можно совершить пробный вылет и опробовать самолет в воздухе. Вторая кнопка – это пробный вылет. Соответственно, та же самая функция, что доступна в окне внешнего вида. Однако, для удобства она выведена сюда. В этом окне вы сможете настроить параметры пробного вылета. К примеру, выбрать режим, в котором хотите полетать, настроить параметры топлива, выбрать ленты вооружения и настроить сведение. Также, можно выбрать два режима самолета. Эталонный означает, что вы вылетите на самолете со всеми его модификациями. Текущий же означает, что вы вылетите на самолете только с теми модификациями, которые сейчас у вас установлены. К слову, о модификациях мы поговорим буквально через пару минут. Третья кнопка – это сменить самолет. Здесь можно выбрать купленный вами самолет, доступный для вашего экипажа. А если ваш экипаж вдруг не умеет нужный вам самолет, то вы его можете сразу же здесь и обучить. Сразу скажу, что экипаж не забывает предыдущий самолет. Но за обучение тому или иному самолету требуются деньги. Так что, по сути, ваш экипаж может быть обучен летать хоть на всех самолетах нации, лишь бы хватило денег. Четвертая кнопка – это просмотр экипажа. Здесь можно обучать ваш выбранный экипаж. Вверху есть несколько вкладок. Они отвечают за прокачку разных типов экипажа. Когда вы играете, то экипаж получает очки опыта. Их можно тратить на прокачку различных навыков. После того, как вы прокачиваете какой-то навык, увеличивается цифра уровня экипажа. Когда уровень экипажа достигает определенной цифры, то вы можете заглянуть во вкладку «Квалификация» и поднять мастерство владения тем или иным самолетом. Для каждого самолета свои цены на обучение и требуется свой уровень экипажа. Также, если вы вдруг не хотите качать экипаж вручную, вы можете приобрести очки опыта за премиум-валюту «Золотые орлы». Пятая кнопка – это вооружение. Окно модификации вашего самолета. Справа вверху вы можете видеть полоску прокачки самолета. Активная игра на самолете, она постепенно заполняется. Зачем это нужно? Ниже вы можете видеть модификации, которые как раз и открываются при достижении определенной планки опыта. Установка модификаций стоит денег, однако потом вы сможете по своему желанию бесплатно включать или выключать какие-либо модули. Здесь можно также выбрать необходимое вооружение, ленты, подвесить бомбы под крылья, если, конечно же, у вас установлены необходимые модификации для этого. Хочу сразу сказать, что на данный момент самолет без модификаций не ведет себя в небе уныло, как принято считать. Есть определенные ухудшения характеристик, но в бою вы их можете почти и не заметить. Я вам больше скажу, даже стандартные ленты вооружения в некоторых случаях даже предпочтительнее, чем другие. Над нижним меню вы можете обнаружить вкладку «Исследования». Здесь вы можете покупать самолеты и сразу же сажать в необходимый вам экипаж. Также здесь внизу вы можете выбрать, для какого режима будут показываться данные по самолетам. Смотрите, если выбрать исторический режим вместо аркадного, то при наведении на иконку самолета вы увидите характеристики самолета именно в том режиме, который сейчас выбран, а именно в историческом. Учитывайте это, ведь если закрыть окно исследований, то настройка сохранится и для всех самолетов в ангаре. Всплывающее и боковое меню будут показывать характеристики для выбранного режима. Хочу сказать, что продажа самолетов в игре не предусмотрена, ибо она не имеет практического смысла. В аркадных боях в бою участвует набор из самолетов. К тому же экипаж, как я и говорил, не забывает предыдущий самолет. В результате мы получаем гибкий и быстрый инструмент для быстрой смены набора самолетов и выхода в бой. Также в самом низу есть две кнопки – автоматический ремонт и автоматическое пополнение боеприпасов. Так как, соответственно, ремонт и покупка боеприпасов стоят денег, то вы можете по своему желанию снять эти галочки и докупать боезапас и ремонтировать самолеты самостоятельно. Благо, существует бесплатная гибель.